Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Смотрите в этом выпуске. Половина обратившихся в травмпункт сегодня упали на льду, как в городе борются со скользкими дорогами и тротуарами. Вейпы не только. Какие вещества употребляют в крае и как их выявляют? Взяли реванш. Какую тактику выбрали баскетболисты Барнаула в игре с Ижевском? Травмпункты и приемное отделение больницы скорой медицинской помощи переполнены. Сегодня сюда обратилось 57 человек, 30 из-за падения на льду. Причиной роста статистики стала волна оттепели, накрывшая город уже в третий раз за зиму. При том, что над устранением проблемы дорожные службы работают круглосуточно. Об этом сообщили накануне журналистам. Пешеходную зону очищают вручную, затем посыпают песком или песчано-соляной смесью. На улицах Барнаула работают свыше 270 единиц техники. Для очистки привлечены также волонтеры, бойцы студотрядов. Об этом сообщил первый замглавы администрации города Анатолий Воронков. По его словам, наиболее сложная ситуация во дворах многоквартирных домов и на кровлях с верхней тепловой разводкой. На крышах ледяные наросты, нередки случаи исхода снега. Поставлена задача главам администрации районов, комитету жидко-коммунального хозяйства очень оперативно реагировать и организовать работу с ТСЖ и управляющими компаниями по добросовестному, подчеркиваю, добросовестному исполнению своих полномочий. Поскольку это зона ответственности, дворы и кровли, это как раз зона ответственности организации, которую я назвал. Один сознание, его готовят к операции, другой пока на ИВЛ. Двоих пострадавших в крушении самолета транспортировали из Бийска в больницу скорой медицинской помощи Барнаула. Информацию нашему телеканалу подтвердили в Краевом Минздраве. Напомним, самолет рухнул во время экскурсионного полета на аэродроме села Старобелокуриха в конце прошлой недели. Пострадавших с травмами госпитализировали в Бийску больницу. Состояние одного остается по-прежнему тяжелым, но мужчина в сознании дышит самостоятельно. Сейчас его готовят к операции. Второго подключили к ИВЛ, состояние пациента стабилизировалось. После того, как неделю назад в Бийске скончался 12-летний мальчик, в обществе вновь заговорили о запрете курения вейпов. Подростка его двух подруг, которые сейчас находятся в больнице, обнаружили рядом с электронным устройством. Следователи не спешат давать оценку, проводится экспертиза, однако противники вейпов активизировались. Мы решили выяснить, а какие еще вещества употребляют жители Алтайского края и отправились в лабораторию алтайского наркодиспансера. По доброй и недоброй воле здесь за жизнь проверяют почти каждого. По направлению правоохранителей, при проведении анализов, лечении, в лаборатории наркодиспансера кабинеты широкого профиля. Наркотики, психотропные лекарственные вещества, алкоголь, естественно, нахождение его в биологических средах. И его исследование на никотин. Это вейпы, это снюсы, это просто табак. Но это, как правило, анализы мы делаем для несовершеннолетних. Кстати о детях. В лаборатории уже не удивляются, когда мама и папа алтайских школьников проверяют своих чат на наличие вредных привычек. Для этого в наркодиспансере есть детско-подростковая служба. Без записи в карточку подчеркивают сотрудники. А еще, что вейпы по своему вреду не отличаются от сигарет. Впрочем, все, с чем здесь имеют дело, мягко говоря, вредит. И даже в этом мире есть место обману. Указано кокаин в различных вариациях. Цена разная. Допустим, подешевле, который там будет содержать синтетическими фигурами. По действию, как кокаин оказывает, но она более тоже токсична получается, более сильно вызывает психологическую зависимость. По статистике лаборатории, на первом месте в крае распространены растительные канабиоиды – канапля, марихуана, гашиш. Затем идут синтетические психостимуляторы. Вещества ищут в крови пациентов, разбирая биоматериал по кусочкам. Сухой остаток развожу и делаю статом, закрываю крышки. Пробуют следует аппарат и сверяют рисунок результата с образцом – синие и красные совпавшие цифры. А этот аппарат проверяет, например, врет ли пациент, который лечится от алкоголя. И обладатель этой крови точно употребляет. 4,13%, то есть при допустимом пороге, то есть 1,61%. Это запой? Я не скажу вам, что запой. Это мы можем сказать, что злоупотребление есть, то есть уже есть злоупотребление. Высокие дозировки, то есть если человек ежедневно употребляет более 2-1,5 пива, вино тоже, более получается 2 бокалов ежедневно. Неделя в таком режиме и кровь вас сдаст. На очистку нужно 3 недели. Всего же в базе лаборатории больше 700 тысяч различных наркотических, психотропных, лекарственных веществ. И это еще не все возможные из них. Конечно, в лаборатории все кажется увлекательным, но в реалии это может испортить жизнь и привести к сильнейшей зависимости. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. Уже около тысячи человек в России заразились новым штаммом коронавируса – омикроном, который уже успел встряхнуть всю Европу и Америку. В нашей стране география омикрона ежедневно расширяется, и уже понятно, что в ближайшее время он накроет и Алтайский край. Пока единственным способом защититься остается вакцинация. Кстати, сегодня сотрудники нашего медиахолдинга прошли ревакцинацию. Что называется, проверено на себе в следующем сюжете. Все живы, все пришли на двух ногах. Третьей ни у кого не выросла. После вакцинации спутником Ви прошло полгода. Сегодня у сотрудников сибирской медиагруппы ревакцинация. Теперь уже спутником Лайт. Она положена тем, кто переболел полгода назад, либо тем, кому поставили двухкомпонентную вакцину ранее. Всего в холдинге работает более ста человек. После летней вакцинации удалось избежать вспышки коронавируса. В результате за эти полгода, несмотря на то, что окружали меня люди заболевшие, я никаких симптомов на себе не ощутил. Были люди, с которыми я спорил, уговаривал их вакцинироваться. Они в результате отказывались, но в последующем заболевали. И с серьезными даже последствиями переболели. Но сейчас полностью эти люди поменяли свое мнение. У меня из-за коронавируса умерла тетя. И в самый пик, когда муссировали все-таки все видео с телами в моргах, которые горами сваливают. У меня после этого переболела мама, я переболел. Это было еще больше года назад. Вопроса о том, чтобы ставить или не ставить, не было. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Ревакцинировался спутником «Лайт» и губернатор региона Виктор Томенко. Он переболел коронавирусом в октябре 2020 года. Летом 2021 прошел вакцинацию спутником «Ви». В любом случае, даже независимо от наличия или уровня антител, значит, проходит полгода в период эпидподъема, пожалуйста, сделайте ревакцинацию. Ну, в обычное время, наверное, скорее всего, мы перейдем на раз в год. Но пока, тем более на лучшем штамм, омикрон идет, ну, надо себя подстраховать. Вакцинацию в больницах региона сейчас называют экстренной причиной. Новый вызов – штамм омикрон, который начал стремительно распространяться по регионам страны. Люди массово начинают заболевать, особенно омикрон, который очень распространяется быстро. Если простой дельтавирус распространялся с количеством 1-4, то есть один человек может заразить 4 человека, то этот заражает 1-12, то есть будет большое контагиозное, большое заражение. На сегодня в регионе от коронавируса привиты чуть более миллиона человек. Жителям края по-прежнему доступны 4 вакцины – Эпивак, Ковивак, Гамм-Ковид-Вак и Спутник Лайт. В ближайшее время в регионе должна появиться еще одна вакцина – Спутник М. Для подростков от 12 до 17 лет. В детских поликлиниках края к этому уже готовятся. У родителей начали собирать документы на согласие. Известно, что новый препарат начали тестировать летом прошлого года. А в Москве Спутником М уже укололись более тысячи подростков. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Осужденного бывшего вице-мэра Борнаула Сергея Демина отправили в Рубцовскую колонию строгого режима. Напомним, дело за получение взяток в отношении него завели в 2020 году. Отбывать наказание экс-чиновник будет в 10-й Рубцовской колонии. Здесь же сидит и бывший вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов. В 2017 году его признали виновным также за получение взятки в распоряжении экс-чиновников библиотека, кабельное ТВ и радио. К другой теме. Вместе с квартирой в Новоалтайске молодая семья Андреевых получила бонус в виде плесени. Жилье полагалось главе семьи, как ребенку сироте. Правда, через пару недель после въезда радость улетучилась и началось убивание порога всевозможных инстанций. Анара Шагирова продолжит. После 9 лет ожидания жилья сплошное разочарование, ведь плесень негативно влияет на здоровье. К слову, квартиру предоставило региональное жилищное управление, но когда появились проблемы, говорить не хотели, рассказывает Василий. Мол, дареному коню в зубы не смотрят. И не смотрел бы, говорит молодой отец, если бы жил один. У нас сейчас сырость дома, плесень, это все. У нас маленький ребенок, он этим дышит. А это же, в принципе, это и недолгое. Открытый туберкулез. Ну, туберкулез можно подхватить. А это для ребенка-то это вообще, ну, сами понимаете. От сырости, к слову, страдают все жильцы дома. Они заверяют, что здание буквально заражено плесенью. И действительно, в соседней квартире картина примерно одинакова. Руку и в той комнате, тоже в спальне, точно так же. Обивание порога жилищного управления, по словам мужчины, закончилось тем, что в организации предложили для начала химическую обработку квартиры от плесени. Теперь семье придется на некоторое время переехать в съемное жилье от РЖУ. Каким она будет, Андреевы признались бояться загадывать. И только в мае организация пообещала исправить проблемы и, возможно, утеплить швы. За эти деньги, которые мы выделили в государстве на покупку жилья, они могли бы купить вполне, в принципе, в кирпичном доме, и не в панельном, и не во вторичке, а даже в новом можно было за эти деньги взять. Юристы уже в таком случае для начала советуют обратиться к независимому эксперту, специалисту, который зафиксирует дефекты в квартире. Заключение, составленное письменно, ответственным лицам игнорировать будет сложнее. Одним из пунктов в заявлении на имя РЖУ, то есть того субъекта, который представил эту жилплощадь, я бы поставил вопрос о предоставлении альтернативного жилья не на время, а в принципе. Понимаете, о чем я говорю? Не на время ремонта, а в принципе. Если данный многоквартирный дом поражен грибком, имеет некачественные швы, межпанельные, еще что-то, ну представьте тогда, пожалуйста, новое. Однако подобное заявление, по словам Андреевых, в РЖУ сначала не приняли, и когда дело дошло до прокуратуры, организация пригрозила ответным иском. Якобы глава семьи препятствует обработке квартиры от плесени, что тоже нарушение закона. А вопрос о новом жилье был благополучно забыт. Тем временем прокуратура Новоалтайска взяла это дело под контроль, а мы продолжаем следить за разбитием событий. Анна Рашагирова, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Почти полмиллиона рублей городские власти потратили на подготовку места для празднования крещения на речном вокзале. Правда, использовать купель по назначению не получится. Один из главных православных праздников завтра планируется отметить с большим рядом ограничений. Так можно ли будет окунуться в прорубь, расскажет Артем Гусельников. 19 января православные будут отмечать один из своих главнейших праздников – Крещение Господне. Для этого на речном вокзале построена снежная часовня и иордань. Однако окнуться в воду у верующих не выйдет, мешают и питограничения. Несмотря на это, набрать освещенную воду из Аби все-таки получится. Но стоит помнить, пить ее нельзя. На строительство иордань, и ледяного городка, и снежной часовни администрация города выделила порядка 500 тысяч рублей. При толщине льда в 50 сантиметров одновременно находиться на нем смогут не более 50 человек. Здесь также будут работники МЧС. Народная дружина примет активное участие именно для обеспечения безопасности. 18 числа мы заканчиваем все работы. Крестный ход, который раньше стартовал от Знаменского женского монастыря, в этом году не состоится. Причина тому все те же и питограничения. Именно поэтому священнослужители просто отправятся на место проведения службы. Также 18 и 19 января во всех храмах и соборах города будет организована раздача освещенной воды, которую можно употреблять внутрь. Несмотря на антиковидные ограничения и запрет использования купили на речном вокзале, окунуться в воду православные все-таки смогут. Купель для этого организована на озере Пионерском. Доступ к воде обеспечен с земли, а попасть сюда могут только небольшие группы. При этом баня для обогрева работать не будет, запустят лишь раздевалки. Для безопасности на озере будут дежурить пожарные, МЧС, полиция и водолазы. Однако важно помнить не только о безопасности на воде, но и об ограничениях по здоровью. Медики выделяют список заболеваний, при которых купание не рекомендуется. Больше всего это гипертоническая болезнь, то есть повышение артериального давления, причем если особо она не контролируется, то есть это достаточно опасно. Это пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, это пациенты, перенесшие инсульт, это пациенты, имеющие хроническую сердечную недостаточность, ну и без сомнения, это пациенты, которые имеют сахарный диабет. Врачи напоминают, при любых серьезных заболеваниях от погружения в прорубь лучше отказаться. Ледяная вода – стресс для организма, который чреват осложнениями и даже развитием пневмонии, которая может привести к летальному исходу. Так что прежде чем окунуться, взвесьте все за и против. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. И теперь по-настоящему к спортивным новостям. Баскетболисты Барнаула с крупным счетом обыграли купол родники из Ижевска. Встреча началась резво и открыто. Игровой опыт и класс игроков нашей команды был заметен с первой секунды матча. Почему по его завершению многих болельщиков в голове играла песня Расторгуева «Улочки московские» продолжит Дмитрий Дроздов. И такой настрой на матч у Барнаула был с первых секунд. Взять реванш за поражение в первом круге будто был долг. И хозяева его исполнили красиво. Взяли игру под свой контроль, а купол родники лишь иногда уходили в атаку. Мы строим свою игру больше от защиты. Можно придумывать разные варианты форм защиты, но если каждый игрок не будет сам защищаться своим один в один, ничего не получится. Вторую четверть в Барнаул начал феерич. Там в ход пошли красивые домашние заготовки из серии американского баскетбола. К большому перерыву наши вели плюс 21. У нас было очень много быстрых прорывов, как нам тренер потом в перерыве объяснил, что за счет них мы сделали хороший задел. Ну и всегда на подъеме таком, там любые практически броски идут. Даже если, я думаю, мы бросали там через руки, как-нибудь еще все вылетело. Нам дали пистонов, естественно, здесь мы поработали, нам объяснили, что как делать и сделали так, как просил тренер. Во второй половине игры гости предприняли попытку поиграть в свой баскетбол. И даже получилось. Купол Родники выиграли третью четверть, 28-24. Но Барнаул держал ухо во строй и не собирался отдавать игру. Показав знатный баскетбол, хозяева установили итоговый счет на табло 103-83. Прямо как в песне Расторгуева «Улочки московские». В кармане «Честная сотня», надо бы ее разменять. Ну, вы видели с первых минут, ребята горели желанием защищаться, атаковать. Была агрессия от нас правильная. Та, которой не было в Москве в последней игре. Это дает результат. В турнирной таблице после 17 игр в Барнаул идет на 10-м месте. Борьба за топ-8 продолжается. Попадание в этот список позволит команде выйти в плей-офф. Следующий матч в Барнаульце проведут дома 20 января. Принимаем московский клуб МБА. Начало встречи в 19.00. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok